Всем привет! Меня зовут Елена Матриенко. И сегодня я проведу для вас мастер-класс по восточному танцу. Итак, мастер-класс мы начнем с разминки. Руки кладем на бедра. Разминаем сначала шею право-лево. Вперед-назад. Круговые движения головы. И в другую сторону. Дальше развиваем плечи. Круговые движения назад. И вперед. А теперь по одному плечу, по очереди. Можно положить сразу ручки красиво по сторонам. Дальше делаем наклоны. По четыре в каждую сторону. Стараемся тянуться за рукой. Вперед-вперед спина прямая. Вперед-вперед спина прямая. Вперед-вперед спина прямая. Поставим за стопу пять пальчиков на пол. Пяточкой рисуем круг. И в обратную сторону. Попробуем. Попробуем. Слева вверх. И оправдываем. Итак, разминка наша закончилась. Теперь мы переходим к осминенту элемента восточного танца. Но перед тем, как к ним перейти, нужно запомнить одно важное право. Это право заключается в изоляции корпуса. А что я имею в виду? Я сейчас вам покажу. Когда мы двигаемся к нижней части, то есть, допустим, делаем восьмой руки, оттяжки бедрами. Или оттяжки, допустим. То корпус, плечи, голова, грудь у нас неподвижны. Тарелочки, допустим, делаем. Опять же, корпус неподвижен. Верхняя часть не двигается. И наоборот. Когда мы делаем движение верхней частью, допустим, мы рисуем грудь грудью, то бедра остаются на месте. Работает только верхняя часть. Ну что же. Теперь можем перейти к основным элементам. Итак, первый элемент, наверное, самый популярный. Очень часто даже все его стараются как-то каким-то образом сделать, даже не зная, как его делать. А сегодня я вам расскажу, как правильно делать этот элемент. Элемент называется тряска. Тряска делается за счет коленей. Не за счет живота, как все могут быть, а за счет коленей. Смотрите, я покажу вам работу коленей. Колени сгибаются и расгибаются по очереди. То есть мы как будто побыстрее на колене. Затем мы делаем это еще быстрее. И переходим на самый высокий рейк. У нас получилась вот такая вот трясочка. Стараемся опять же на трясочке, чтобы плечи на месте, голова на месте, верхняя часть не двигалась. Ничего страшного, если вначале, когда вы начнете пробовать, у вас будет не очень хорошо трястись и не очень быстро работать колени. Со временем, с опытом, колени начнут работать быстро и тряска будет получаться очень хорошей. Еще раз показываю движение. То есть видите, да, работают колени. А ощущение такое, как будто бы трясется живой. Следующий элемент восточного танца, он тоже достаточно простой. Сделать его не сложно, называется он оттяжка бедра. Мы переходим к нижней части. Мы тянем косточкой, тянемся вправо. Максимально, насколько получается. Тянемся, как будто бы растягивается жвачка. То есть именно тянемся, не поднимая бедро, а четко тянемся в сторону. Влево. Вправо потянулись. Влево. И соединяем движение. Получилась оттяжка бедра. Плечи, грудь, голова не двигается. Переходим к следующему элементу, который называется качалка. На качалке всегда работают бедра и колени. Поднимаем правое бедро наверх. Выпрямляем колено. Левое колено присоединяем, бедро внизу. То есть просто подняли, потянулись наверх. Теперь поменяем. Тянемся левым бедром наверх. Правое колено присоединяем. И делаем по очереди. Поднимаем то правое, то левое. Вверх, вниз. Поднимаем, опускаем. Поднимаем, опускаем. Стараемся тянуться бедрами как можно выше. При этом работая коленями. То есть не зажимаем. Вот так у вас ничего не получится. Работаем коленями и поднимаем бедра. И покачаем. Можно побыстрее. И закончим упражнение. Следующий элемент называется восьмерочка. Опять же рисуется наши бедры. Мы дотрим и стараемся нарисовать восьмерочку только перевегнутую. Как знак бесконечности. Для этого мы бедро сначала выкручиваем вперед. Потом тянемся в сторону. Назад. Левый. Вперед. В сторону. Назад. Правый. Вперед. В сторону. Назад. Левый. Вперед. В сторону. Назад. А теперь соединяем наши петелечки. Рисуем петелечку. Правый. Левый. Правый. Левый. И все соединили плавно. На восьмерочке особенно следим за корпусом. Чтобы корпус не ходил, чтобы не было вот такого движения. Раскачки. Плечи, грудь на месте. Восьмерочку рисуем только бедрами. И еще один элемент называется бочка. А почему бочка? Потому что это круг бедрами большой. Представьте, если вы стоите в большой бочке. Взялись руками за стенки этой бочки. И бедрами вам нужно нарисовать большой круг. Петро тянется влево. Переходим вперед. Право. Назад. Влево. Вперед. Вправо. Назад. А теперь соединяем все в большой круг. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Повторяем движение в другую сторону. Отдянули бедро вправо. И поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Получился у нас такой большой круг. Сейчас мы соберем все эти элементы в небольшую связку. Получился. Пять. Четыре. Ну что ж, на этом наше занятие подошло к концу. До встречи на наших онлайн-занятиях.